Всем привет! С вами Айка и я начинаю новый влог. Обожаю снимать влоги, особенно когда есть что показать. Но сегодня мне нечего показать, просто обычная моя жизнь. В субботу с воскресеньем мы едем в деревню и поэтому будут ваши любимые влоги из деревни. Уже в этот раз хотя бы я хочу наконец-то снять хаос-тур бабушкиного дома и надеюсь хотя бы в этот раз он не удалится, ничего не произойдет, потому что какой-то рок реально. Каждый раз, когда я снимаю, то я забываю, то удаляется, то еще что-то. Ну в общем, последний раз, когда я снимала до моей бабушки, так получилось, что файл был поврежден и мне пришлось удалить этот файл. Но в этот раз я постараюсь уже наконец-то решить эту проблему. Соскучилась на самом деле по деревне, у меня брат туда едет, я решила тоже съездить, немножко поснимать. Да и вообще отдохнуть душой. А сейчас я сяду, наверное, делать макияж, а потом снимать для вас мук-банг. Беру свою косметику уже потрепанную. И как вы думаете, что я смотрю? Художественную гимнастику сборная Америки. Очень классно выступили, вообще обожаю этот вид спорта. Особенно, когда вижу материал на ютубе, сразу открываю, прям не задумываясь. Сейчас делаем макияж и параллельно смотрю. Правда, не очень удобно, но деваться некуда, надо прайситься. В каждом влоге я вам говорю про эту помаду, но когда я ее использую на мук-бангах, все комментарии посвящены ей. Все спрашивают, какой это оттенок, как называется карандаш. В общем, показываю вам 105-й раз, потому что вы каждый раз спрашиваете. Это обалденная помада от NYX Soft Matte Lip Cream в оттенке Абу-Даби. И карандаш, который я даже не знаю, в каком оттенке. Не знаю, но он идеально подходит. Мне в магазине подобрала консультант. В общем, не знаю здесь. А, вот, нашла. 855-й оттенок карандаша. Прям идеально. Вы слышите это? Это мой котик. Сумасшедший. Дурачок, хватит играться! Иди кушать! У меня, кстати, по всей квартире расспросы на вещи, потому что я снимала для вас видео распаковка сайта Shein. И я погладила, если честно, быстро-быстро, потому что в тот день хотела заснять и выложить вам видео. Но сегодня я хочу тщательно все погладить и поместить в свой шкаф, который и так, и так уже разваливается от нагрузки. Нормальные люди гладят вещи до видео, чтобы показать в видео уже опрятные вещи. А я погладила кабы как на видео, а сейчас уже глажу тщательно. И, кстати, вот это платье, которое с персиками, орнамент, который мне очень понравился, я забыла вам сказать в видео, точнее даже не заметила, что, оказывается, при глажке даже с изнаночной стороны у этих персиков есть такие лепесточки зеленые. Этот зеленый цвет расплывается. Ну, так себе, конечно, приобретение. Кстати, мой парень уже приехал, как я вам сказала, на Мукбанке. Посмотрите, что он мне привез. Шоколадки из Украины. Не знаю, что здесь написано, не могу читать по-украински. Но выглядит все очень аппетитно. Классно. Сейчас будем с вами пробовать. А это вообще, смотрите, какая упаковка произведений искусства. Ну, как спокойно спать и просто положить это в ящик со сладостями, пока не попробуешь. Сейчас будем пробовать. Больше всего мне хочется попробовать вот эту прелесть. Тяжело, конечно, когда ты совершенно одна. И каждый раз делать себе чай, который в конце ты выбрасываешь. О, гляньте. Сейчас будем пробовать. В общем, каждый день я себе завариваю чай. И дело в том, что я люблю свежий чай. Не который остался со вчерашнего дня. А до вечера я не успеваю весь его выпить. Потому что завариваю крепкий в основном. И жалко потом выбрасывать. Я люблю молочный шоколад. Но это вроде как темный. Хотя не совсем темный. Блин, сколько начинки. Вау. Это не орехи. Я думала, что это орехи. Так, отламываем с самого такого места, где много всего. Ммм, это молочное. Сейчас с чаёчком как пойдёт. Как по маслу. Возвращаюсь к вам уже вечером. Не обращайте внимания. Это просто я расплела эту косичку. И получился такой шухер. В общем, я не собиралась продолжать влог сегодня. Я решила закончить его уже завтра. Но мне позвонила Первана и сказала, что мы завтра едем в деревню. Вообще, мы должны были поехать в субботу. Но планы поменялись. И теперь мы едем завтра где-то в 4. А значит, мне нужно собрать чемоданы. Точнее, мы едем всего на 3 дня. Поэтому никакие чемоданы собирать не надо. Просто надо взять большую сумку, которой у меня нету, к сожалению. Хотя она у меня была. Но я сейчас не знаю, где она. Надо было вообще купить. Я планировала это сделать сегодня. Походила немножко по магазинам и не нашла. То есть, у меня либо огромный просто чемодан, либо ничего просто. Поэтому я не знаю, в чем хранить мои вещи. Твиксик, может ты мне подскажешь, в чем хранить? Твиксика, кстати, я оставляю одного дома. Он у нас мальчик самостоятельный. Ничего разберется. Не обращайте внимания на задний план. Там поет ресторан, который меня уже задолбал. Как вы видите, я активно ищу, что же мне надеть. Перемериваю все. Кстати, в этом платье я сегодня целый день была. Я просто запарилась. Это реально такой плотный материал. Смотрите. Вот прям точно-точно напоминает полотенце кухонное. Очень плотное. Неудобное абсолютно. Хотя такое скромненькое платье. Как раз для деревни. Сейчас вот я выбираю, что же надеть. И уже после того, как я выберу, что я с собой беру, тогда уже надо будет думать о сумке, в которую это все поместить. В какой-то веке, наконец-то, я додумалась посмотреть прогноз погоды. Сразу на 10 дней. И вроде как жарко. Поэтому ничего теплого брать с собой не нужно. Я, пожалуй, точно с собой возьму вот это вот платье, которое мне подарил один из магазинов, которые есть в Азербайджане. Но ношу его достаточно редко. Не могу сказать, что я в восторге. Оно длинное где-то по колено. Но для деревни самое то. Так что берем. Футболка Oversize с такими ромашечками. Последний раз, когда я на распаковочке надела, все мне делали комплименты. Поэтому, пожалуй, в этом я поеду. А низом послужат обычные черные шорты с того же сайта. Мне они очень нравятся. Смотрятся классно. Такие свободные, не сильно вызывающие. На дорогу самое то. А дурачка я, наверное, оставлю дома. Оставлю ему корм, водичку. Туалет притащу внутрь из балкона. И пусть будет дома пару дней. Думаю, ничего не произойдет с ним. Переживет моя радость. Мой сладость. Сем тебя, дурачок. Платье надо брать такие, чтобы они не мялись. Именно по этим параметрам это платье подходит идеально. Оно не мнется. Очень приятное к телу. И в нем не жарко. И оно максимально длинное. Такое, какое понравится бабушке. Поэтому его тоже берем. По макияжу здесь тоже минимум. От Эвелин или Эвелайн. Каждый называет по-своему. Вот такая вот штука. Матирующий гель для умывания. Хорошо смывает макияж. Тон от NYX. Блин. Тушь упала. Блеск для губ. Гель для бровей. И тушь на полу. Возьмем ее. Да, чуть не забыла. Еще бальзам для губ. У меня такой от Oriflame. Очень хороший, кстати. Теперь самое сложное. Не могу найти сумку. Либо они у меня крошечные. Либо вот такой вот баул. С которым я тащилась в прошлый раз. Какой-то средней сумки у меня нету, к сожалению. Я не знаю, брать ли с собой ноутбук. Хотя на два дня всего еду. Зачем мне ноутбук? С другой стороны, я могу там помонтировать немножко материала. Ты как думаешь, радость? Блядь, с собой ноутбук или нет? Твикс. Иди, как он знает своим. Твикс, твикс, твикс. Смотрите на его глаза. Моя радость. Какой красивый мальчик. Приперся сразу. Позвали его. Ты меня запозвал. Я перерыла всю квартиру и нашла сумочку от пледа. Хорошо, что я ее не выбросила. Будем складывать все сюда. Правда, здесь дурачка шерсть. Но ничего, можно убрать. Как вам мой чемодан? По-моему, очень классно. Хоть едем всего на два дня, обязательно с собой беру оптические очки. Скорее всего, они мне не понадобятся. Но все же, носочки. Где-то полчаса посидела в эфире, в инстаграме. Собрала вроде как небольшую сумочку. Ноутбук еще буду упаковывать, так скажем, в чехол завтра. И некоторые вещи, которые мне сейчас нужны. Например, зарядка. В общем, я ложусь спать. А завтра вас ждет очень интересный, насыщенный влог из деревни. Я вам покажу все закромные, или как правильно сказать. Короче, я вам покажу все. Надеюсь, что вам будет интересно. И со следующего месяца я уже вовсю начинаю работать. Уже включаться в процесс. Хватит. Хватит уже посвящать времени своей основной работе. Надо уже потихоньку снимать для вас материал. Как я говорю всегда, отдохнуть мы успеем в гробу. А пока мы живы, надо работать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Время уже 12. Нет, даже 4 минуты первого. И пора спать. Завтра проснусь рано. Я каждый раз себе это говорю. Потом не просыпаюсь. В общем, постараюсь. Всех люблю. Пока.